Создатели нового парка в Екатеринбурге намерены вернуть горожанам реку, многие годы назад упрятанную в подземные коллекторы. Реку, первоначально называвшуюся Камышенкой, а в 19 и первой половине 20 века – Монастыркой. Сейчас открытое русло этой реки можно увидеть только в так называемом собачьем парке на улице Ясной, а дальше, до самого впадения в Исеть, Монастырка течет под землей вдоль улицы Большакова. Именно в этом месте, где сейчас находится старая арена «Автомобилист» или КРК «Уралец», и до улицы Московской фонд Святой Екатерины собирается разбить новый парк. Накануне городской портал Е1 показал первые эскизы или рендеры будущего общественного пространства. Есть на этих картинках и река с пешеходным мостиком. О планах создания нового парка в Екатеринбурге площадью в 17,5 гектаров фонд Святой Екатерины, учрежденный и спонсируемый крупнейшими уральскими бизнесменами и компаниями, заявил в этом году. Это предложение стало своеобразным ответом горожанам на прошедшие в 2019 году протесты против строительства в сквере у драмтеатра православного храма. Тогда главным аргументом протестующих стала нехватка в уральской столице скверов и парков, прогулочных зон, деревьев и аллей. И сколько меценаты не убеждали, что новый храм станет лучшим подарком 300-летию Екатеринбурга, многодневные митинги сформулировали такой посыл. Горожанам нужны другие подарки, а забирать у них то малое, в чем и так ощущается дефицит, это все равно, что причинять добро. И вот этим летом стало известно о новой инициативе фонда – строительстве нового парка. Меценаты намерены построить его полностью на частные деньги, вложив в проект и его реализацию порядка 2 миллиардов рублей. В качестве проектировщиков была приглашена та же самая компания, которая трудилась над созданием в Краснодаре нового стадиона и так называемого парка Галицкого – немецкое архитектурное бюро «Геркон», «Марген» и «Партнеры». Подрядчиком выступит та же строительная компания, которая воплотила в жизнь проект английского архитектурного бюро Нормана Фостера – штаб-квартиру русской медной компании в Екатеринбурге – знаменитый «Медный ананас», признанный в этом году лучшим нежилым зданием России. Первая очередь нового парка вдоль улицы Большакова может быть построена уже к 2023 году, то есть как раз к 300-летию Екатеринбурга. Что же еще появится в этом парке, кроме освобожденной из-под земли реки Монастырки? Прежде всего много новых деревьев и цветов. В последние годы в Екатеринбурге появились новые сорта растений, которые цветут больше шести месяцев в году – с середины весны до первых заморозков. Планируется сразу несколько фонтанов. Вообще парк будет разделен на три зоны – спортивную, с беговыми дорожками, воркаут-площадками, возможно зоной для скейта, санузлами и небольшими торговыми лавочками. Вторая зона будет отдана отдыхающим – для неспешных прогулок, посиделок на скамейке, созерцания реки и деревьев, возможно для лежания на газонах. Чтобы отдыхающим не мешали велосипедисты и самокатчики, их предполагается поместить на второй уровень. Потоки пеших и мобильных людей не должны смешиваться. В этой же зоне предлагается создать всесезонные оранжереи. И, наконец, третья зона будет предназначена для массовых мероприятий, общегородских праздников, выступлений артистов, возможно обустройства новогодней елки и ледового городка. Какая из этих трех зон планируется к постройке в первую очередь, к юбилею города, я один не сообщает. Как не сообщается и о демонтаже бывшего Дворца спорта профсоюзов, ныне КРК «Уралец». Но поскольку до окончания строительства новой УГМК-арены хоккейному клубу «Автомобилист» нужно будет где-то играть свои матчи, а новую арену обещают сдать также к 2023 году, можем предположить, что снос старого Дворца спорта и строительство на его месте парка будет происходить уже после празднования 300-летия Екатеринбурга и проведения в нашем городе всемирных студенческих игр.